Приветствую вас, друзья! Я рад видеть вас на нашем канале. И сегодня тот самый день, когда мы подводим итог по конкурсу «Якоренок» 2020 года. Почему мы его подводим? Потому что все в Пермском крае закончилось. Команда победителей – это детский сад «Легополис», и этот детский сад едет представлять наш город в Москву. Но по ходу этих испытаний, на некоторых из испытаний я был, видел сам, что происходило. И, собственно, хочу рассказать и поделиться с вами. Напомню, что испытания делились на три части. Первая часть – это практическая, вторая часть – это творческий проект, и третья часть – это инженерная книга. Итак, давайте поговорим о практической части. Первое испытание называлось «Мемо-кубики». И нам предлагалось сделать следующее. На поле, на котором 4 на 4 отверстия размещались картинки. Картинки были закрыты кубиками. Детям давалось возможность запомнить картинки. И постепенно, по правилам игры «Мемо», мы должны были отгадывать, под какими кубиками скрыты парные картинки. И тем самым зарабатывать себе кубики, скрывающие эти картинки. Вроде вот так сложно, но на самом деле все просто. Если не понимаете, вот здесь будет ссылочка для ролика, где все более подробно расшифровано. Здесь проблем никаких совершенно не было. Картинки были самые очевидные. Вы помните, что первый этап – это дети запоминают. Второй этап, когда им закрывали, они собирают эти кубики. И третий этап – они должны отгадать, что было зашифровано на этих картинках. То есть построив ассоциативный ряд. И, собственно, построить объект, который символизирует разгадку на эти картинки. Все достаточно просто. Им отводилось на решение где-то 5 минут. 5-3 минуты. Они справлялись за минуту-две. То есть у детей в этом возрасте память, она просто работает, я не знаю, шеломительно. Они видят, все запоминают, тем более те дети, которые готовились. И много времени они даже и не тратили. Многие допускали одну ошибку – это работа в команде. То есть один ребенок все угадывает, не дает второму спорить, начинает за столом, отвлекает своих соседей. То есть не подготовились в этом плане. Все остальное было прекрасно и вообще проблем по этим испытаниям особых таки не было. Второе испытание у нас – это испытание «Матрица». В ходе решения задачи по «Матрице» никаких проблем я не увидел. Опять же, сразу было видно те дети, которые готовились, и те дети, которые видят эти картинки впервые, или готовились там за 2 дня до того, как начались соревнования. Нужно понимать, что дети, у них много чего в жизни происходит, и на одних соревнованиях свет клином не сошелся. Поэтому им нужно время, чтобы привыкнуть к кубикам, чтобы привыкнуть к объектам. Ну, вы сами педагоги, вы все это представляете. То есть для того, чтобы эта игра стала частью их жизни, и придя на соревнования, они не думали, как же они там решат, и не отвлекались на, собственно, соседей больше, чем на игру, которую нужно было пройти. Поэтому те дети, которые готовились, они великолепно справились с заданием, не ошибались, и, собственно, зарабатывали большое количество баллов. Другое дело, что у нас происходило на испытаниях «Картон-мобиль». На испытаниях «Картон-мобиль» втворилась просто беседа. Приходили папа и мама, смешанные команды. Это, опять же, что-то с чем-то. Если детей готовили педагоги, то понятно, что на родителей им повлиять было колоссально сложно. Во-первых, все у нас самые заняты. Я представляю это, и если бы меня выбрали, я был бы тоже отвратительным родителем, который сказал бы, я сам все сделаю, дома подготовлюсь, придусь, порешаю. Наверное, было бы так, не могу уже подтверждать, но почему-то мне кажется, что именно так. Во-вторых, педагоги, они тоже зачастую не обладают достаточными знаниями для того, чтобы построить эту постройку. Идея была в том, чтобы родители совместно с педагогами нашли какое-то решение, отработали его на разных материалах и пришли уже на соревнования. То есть, вот задумка была именно такая. Тогда ваш картон-мобиль, он поедет. Или тайна Кубибика, по-другому называлось это испытание. Здесь видно было сразу, опять же, те, кто готовился. И сразу вам скажу, тут по полному признаку можно было решать. Если я видел, что команда из девушек, вероятность того, что у них поедет, была выше, чем там, где команда, где у нас только мужчины. Вроде бы непонятно, почему это происходит. На самом деле, я думаю, что папки пришли и просто-таки, что мы машинку не соберем, на резинке она должна, да поедет, полетит наша машинка. То есть, вот, отнеслись это так, ни разу не собрали. И когда пришли, сели за стол, получили эти ножи, начали резать и понимают, что они уж разучились даже ножами-то пользоваться, да, нежели собирать какую-то машинку, которая совершит движение. В теории, это мы все с вами профессионалы, но практика, она должна быть практикой. Поэтому, по статистике, в основном едут машинки, которые собрали девушки. Давайте им поаплодируем. Остальным стыдно. Вот, ну кто я такой, чтобы вас осуждать, у всех свои желания, занятия. Поэтому тут делайте выводы самостоятельно на будущее. Но в целом, все было интересно. Нет, самое интересное, точнее, что мне понравилось, то, что команда поддерживает друг друга. Хотя мы находимся в рамках соревнований, и каждый рядом стоящий, это конкурент, все поддерживали друг друга, хлопали и радовались, когда их машинка преодолевала, точнее, машинка их соперников преодолевала дистанцию быстрее, веселее, там, закручено, еще как-то. То есть, комментарии были все положительные. Это вообще классно. То есть, вот ради этого, на самом деле, все и затеявалось. Во всяком случае, в Пермском крае это было так. А перейдем к следующему испытанию. Это было самое масштабное по времени. Это творческие проекты, которые нужно было готовить заранее, к которым участие принимали не только дети и воспитатель, он же тренер, а еще и родители. И важно было, чтобы дети сходили на предприятие, на какое-то, посмотрели проблему на этом предприятии, узнали об этой проблеме, которая существует на этом предприятии, то есть у социальных партнеров. Только после этого приступали к постройке чего-то, что решит проблему того предприятия. Видите, как слово предприятие много раз учат. Потому что должен был быть запрос. Вся идея этого 20-го года – это профессии будущего. Это новые технологии, которые упрощают труд какого-то предприятия и переводят его из, грубо говоря, 21-го века в 22-го. Вот такая история должна была быть. Получилось то, что получилось. Часто я видел конструкции, которые появились у нас. Такое ощущение, что роботы-помощники еще с предыдущего года. Они пришли в этот год. Часто было, что идея хорошая, проект хороший, но идея о том, что есть профессия будущего, она была в голове где-то, проговаривалась в самом конце и раскрыть ее дети не могли. Собственно, почему мы это делали, для чего мы строили свой проект, что он решает. То есть в плане того, что проект хороший, качественно сделан, красиво оформлен, все там хорошо, дети знают, как шестеренки называются, но остальное они не знают. Спрашиваешь, зачем мы это делаем? Почему? Можно ведь было дешевле. Будет ли это применимо, востребовано, в будущем? То есть общие вопросы, они не тонкие. Дети не отвечают. Соответственно, они не жили этим проектом. А здесь все понимаем, давайте не будем укаивать, что большую часть работы выполняет у вас взрослый. Очень мало работы дается, опять же, детям. Я так видел по проектам. И когда мы это все просматриваем, понимаем, что, собственно, друзья, дети должны принимать участие максимально. Они должны понимать проект. Они должны его сами разобрать, потом собрать. И тогда вы добьетесь успеха. Тогда мы же это все делаем не для медалек и коренка, а для того, чтобы дети лучше разбирались в техническом творчестве, в том проекте, который создали. Чтобы им было комфортно, на защите. Поэтому так. Единственное было мне, вот честно, обидно, когда приходила команда с мощным проектом, дети подготовлены были, но они не потратили достаточно силы на подготовку детей к практической части. Это прямо обидно было. Потому что, по сути, самый труднозатратный – это творческий проект. Может быть, надо было, тут уже не зная, что было лучше. Или меньше творчеством заниматься, творческий проект строить, и больше практической части. Но, опять же, практическая часть, она сама в себе очень полезная была. И не надо было называть это занятие во время подготовки, как «Готовимся к икоренку». Просто надо было включить, ну, я в прошедшем времени говорю, конечно, этого не следует делать, но я бы включил эти игры, которые у «Готовимся к икоренке» просто в обучающий процесс. Давал детям играть на ежедневной основе, соседям их давал играть, они бы увлекали в игру тех, кто будет участвовать на соревнованиях. И так мало-помалу подготовились бы, собственно, к испытаниям. Следующая часть – это часть про инженерную книгу. Всеми нами любимую инженерную книгу, которую мало кто понимает, для чего она нужна. Еще раз проговорю то, что говорил на вебинарах, то, что говорили, когда снимали другие ролики. Друзья, инженерную книгу вашу вы должны продемонстрировать любым детям из группы. Они должны ее открыть вот так, посмотреть и понять, что за конструкция представлена. То есть язык в инженерной книге должен быть настолько доходчивым. И открыв эту книгу, они, во-первых, понимают, о чем работа, во-вторых, как ее повторить. Как ее повторить? То есть инженерная книга – это борт-журнал, который начинает вестись, когда первый кубик творческого проекта поставили на пластину, на основу, куда вы там ее встали. И шаг за шагом вы дополняете. Все ошибки, которые вы допускали в ходе постройки, вносятся в эту инженерную книгу. Не нужно там делать 5000 страниц введения, теории, обоснования значимости и прочего. То есть самое важное, чтобы судьи видели ход ваших мыслей, ход работы и ход того, как проект создавался. Вот это самое важное. Поэтому инженерные книги, я говорил, есть содержательная часть, есть часть оформления. Оформлением я рекомендовал заниматься в том случае, если у вас по содержанию уже все ок. В этом году, сразу скажу, инженерные книги были хуже, чем в прошлом году. И по оформлению, и по содержанию. Ну там по средней оценке даже можно посмотреть. Вот. Но опять же, ну работаем с тем, что имеем. Значит, проект был более сложный. Значит, педагоги были новые. То есть все равно мы можем обосновать, почему так происходит. Я видел очень много новичков. Это радостно, что приходили. Соответственно, опыта еще нет. Даст Бог в следующем году. Учтем свои ошибки, да, и завоюем лучшие места. Поэтому здесь нужно понимать так. Еще раз. Инженерная книга – это книга, которая ведется от начала до конца постройки. Ведется детьми. Не взрослыми. Взрослые сделали вот оформление, распечатали уже по итогу. Можете там просто листки им выдавать, они будут рисовать, вы туда будете вклеивать. То есть вот эти книги, они и подкупают. Когда мы видим творчество, когда мы видим нестандартный подход, когда ребенок может сказать, там, сослаться на свою инженерную книгу, что мы там описали. Мы столкнулись, мы описали, потом подумали, написали решение, и здесь оформили. По пунктам, которые мы оценивали, опять же, всем говорил всегда. У нас есть критерии. Критерии находятся в регламенте. Регламент в общем доступе. И когда вы делали инженерную книгу на этапе верстки, просто посмотрите, чего вам не хватает. Если стоит отдельный пункт за то, что мы оцениваем этап программирования, и там стоит 3 балла за то, что программа расшифрована. Значит, программа и расшифровка должны содержаться в инженерной книге, а не просто фотографии там с плохого телефона, с дальнего ракурса экрана компьютера. То есть тут понимаете, за что баллы могли быть снижены. Потому что есть другие, кто прочитал и, собственно, сделал. Мы же коридор оценок выбираем от худшего и худшего. И вот так его проставляем. Поэтому имейте в виду, в следующий раз, что происходят вот такие вещи, и оценка делается именно так. Это все, что было в Перми. В целом, я очень рад, что у нас все закончилось наконец-же, что выбрали победителя, и победителем я доволен. И второе и третье место заслуженно получили. И даже поощрительно у нас приз был. Соответственно, второе место завоевала команда, которая первый раз вообще заявилась в Укаренок. Это здорово, это классно. Показывает, что новые силы имеют место быть, и новые команды могут завоевывать хорошие места. Это все, что происходило в Перми. И обещанный вам подарок про картон-мобиль. Вот сейчас барабанная дробь. Я вам покажу, что на самом деле мы добивались, когда оказывали какие-то консультации, когда снимали видеоролик, что вы должны были сделать. У меня здесь в аппарате спрятана такая простая вещь. Вот, посмотрите на картон-мобиль, который реально едет далеко, хорошо, и конструкция его очень и очень простая. Обратите внимание, что в нем элементы только из первого набора. Ничего дополнительного нет. Здесь у нас находятся колеса. Посмотрите, какие они широкие. Это колеса из первого набора, их размер. Их здесь 4 штуки. Между колесами вставлены просто картонки, которые приклеены на двусторонний скотч и замотаны. То есть мы получили вот такой объем. Для чего нам нужен этот объем? Для того, чтобы, во-первых, колесо, как у Татры, внутрь не свалилось, да, косо не стояло. Во-вторых, за счет того, что здесь между слоями есть скотч двухсторонний, когда вы протыкаете его шпажкой, клей цепляется за шпажку, и сами колеса не болтаются на оси. То есть они хорошо зафиксированы. Далее, посмотрите, они у меня кривенькие, но это не мешает ехать, потому что, опять же, есть ширина. Они будут так перекатываться, но при этом колесо под весом машины не подломится, и все будет хорошо. Далее, задними колесами то же самое, но они большего диаметра. Почему? Смотрим, вспоминаем простую механику. Помните, повышающие, понижающие передачи, которые мы используем в робототехнике с вами очень часто. Здесь ситуация ровным счетом такая же. Если я вращаю ось резинкой, вот так, то мне нужно, чтобы у меня были сзади колеса максимального радиуса, то есть у нас повышающая передача. Я здесь, резинка сделает один маленький оборот, при этом колесо, чем большего радиуса, тем больше путь она и пройдет. Маленькое колесо, вот переднее, смотрите, я делаю один оборот, она проходит вот такой путь. При этом, если большое колесо я использую, полный оборот соответствует вот этому количеству путьа. Мы понимаем, что КПД при использовании больших колес намного выше, чем при использовании маленьких колес. Соответственно, резинку я должен отрезать максимально коротко. Как это делать? То есть, вот так это достаточно. Не надо, чтобы она была метр, потому что этот метр, он вам ни на что не влияет, вы его не натянете, вы потратите время на то, что наматываетесь, потом из-за того, что вы много мотаете, вы отломите колеса, и все пойдет у вас прахом к черту. Поэтому такого делать не нужно. Делаем резинку коротко, но так, чтобы вы за хвостик могли зацепиться, чтобы его вот так поддеть. Дальше. Мы берем просто, спокойно, наматываем тут разные технологии, лучше, чтобы вам кто-то помогал. Я не рекомендую вам делать следующего. Постоянно тестировать. Вы в итоге просто испортите эти колеса. Один раз протестировали, одно хорошо поехало. Все. Ждем в своей очереди, чтобы выступить на соревнованиях. Дальше. Завернули резинку. Вот так. Вам помогает второй человек, участник команды. Вы и сами с этим справитесь. Ну, зачем это делать, когда можно кого-то помочь? И начинаете просто накручивать. Шаг за шагом у вас резинка накручивается. Вот. Понимаете так же. Колеса у меня сейчас очень тяжелые. И это плюс, потому что здесь скорость у нас не столько важна и дает не столько баллов, сколько приносит баллы прохождения по нужной траектории. Поэтому потратите больше времени на то, что сделаете хорошую конструкцию, которая будет стабильно передвигаться на большое расстояние. Вот я ее наматываю. Сейчас я вам покажу, с какой скоростью эта машинка едет. Обратите внимание, что она поедет спокойно, но то расстояние, которое необходимо. Ее не будет ни влево закидывать, ни вправо. Просто ровно и прямо. То, что доктор продесантовал. Сделайте машинку так, и вы будете победителем. Поэтому вот такие машинки мы скрывали и с Александром намеренно не снимали видео, чтобы не получилось, что думали мы, а награду получили вы. Но сейчас мы можем открыть свои карты, а вы эти машинки можете использовать на своих дополнительных образовательных практиках. Потому что эта идея хорошая, полезная и руками делать вообще в жизни пригодится. Такие дела. С вами был Александр. Я рад видеть вас на нашем канале. Заходите сюда чаще. Подписывайтесь, пишите комментарии, что вам понятно, что непонятно. Какие ролики вы хотите видеть в будущем на этом канале. А мы это все учтем и будем стараться снимать тот контент, который ближе к нашей целевой аудитории, а точнее к вам. И молодцом будет тот, кто поставит колокольчик, ведь он будет получать самые последние новости, самые последние выпуски, самым первым. Меня зовут Александр. Не забывайте об этом. Пока.